Привет, сестренка. Как дела? Откуда я тебя знаю? Ну, я пока не знаю, как тебя зовут. Мое имя Игорь. И я знаю о твоих проблемах больше, чем знаешь ты. И могу привести в твою жизнь то чудо, о котором ты столько лет всю жизнь мечтала. Я даже знаю, какою можешь ты стать, если просто позволишь себе на какое-то время открыть свое сердце или взглянуть туда, в твою боль. Ту боль, о которой ты никому не расскажешь. Боль, что вышла замуж не по любви, обманула себя. Хотела поступить, возможно, в медицинском. Но мама толкнула тебя замуж. Семейная жизнь началась с кошмара. Еще свадьбы не было, а ты уже полусила по зубам. Тебя перевоспитывали, вправляли мозги. Кого ты притянула в свою жизнь? Вы знаешь, чуть потом. Пока что родила ты первого своего ребенка. Потом, возможно, родилась дочь или сынишка твой. И ты так сильно не хотела, чтобы он появился на этот свет. Ведра с водой. Какие-то мешки со шпаклевкой таскала. Но Бог дал, что он родился. Возможно, родился и третий твой ребенок. И вот прошло лет 30. Муж, он как король в твоем доме. И тебе страшно даже появляться туда. Потому что он всю жизнь намекал на то, какими ценными являются чужие женщины. Не ты. Хоть те тоже не давали. А сколько раз по ночам Ты на одной кровати с мужем В одном углу комнаты В другом углу спят ваши дети. И сколько он тебя дубасил. Даже сапогом твоим По лбу ты получала. Ведь ж ты давала, как могла. Не могла понять. Какую он Хочет тебя видеть. Еще он что-то хотел, Но тебе был противен запах его тела. Помнишь? Если ты как та собака верная хозяину Не изменила ему Я не знаю Ты пока мне не рассказываешь Расскажешь, я буду держать в тайне А если изменила мужу Возможно Ты сейчас Не обманула себя И выбрала То, что тебе понравилось Каким сладким был тот оргазм Откуда знаю Да я работаю С людьми У которых стоит программа Запрета на жизнь Мне нужно Мне нужно всего две Максимум три минуты Чтобы ты получила ответ На любой Мучивший тебя вопрос Все ответы на твои вопросы Находятся в твоем теле В твоей голове Просто нужно знать Как их задать И ты увидишь Картинками Ответы На все твои Вопросы К примеру Почему денег нет? Почему муж умер? Или бухает? Денег не приносит в дом Почему изменяет? Почему у тебя болят Те Или другие Части тела? Почему дети С тобой не хотят Разговаривать? Почему у твоих детей Судьба Как выразилась Одна из моих клиенток Что питомцу Кобр Не пожелаешь Такой судьбы Какая судьба У моей дочки И у моего сына Откуда все началось? Все началось с того Что ты не знаешь Почему до сих пор Ты стараешься доказывать Твоей маме Что ты очень нужный человек Первый мой вопрос А ты была Желанным ребенком По любви Или по залету Ведь как много вас Которых Мама Родила по залету Потом нашлась Какая-то старая дура Может быть и помоложе Которая посмотрела На обстоятельства Вокруг И посоветовала Твоей маме Зачем тебе рожать В такое время Времена тяжелые Может сделаешь аборт И вот тебе Программа Запрета Что ты не имеешь Права жить Запрет На деньги Правда Кто-то из моих Клиенток Перекрывают себе Кран финансов В эту жизнь На все 100% Потому что В возрасте Трех А может быть Семи лет На чьих-то Похоронах Взрослые Потребовали Чтобы она Поцеловала Покойника В гробу Правда Я всем предлагаю Когда Кто-то хочет Чтобы я работал С ним Мне нужен результат И я предлагаю Людям Прослушать Аудиокнигу Почему Вы Нищие Одиноки И глупы Во время Прослушивания Этой книги Я прошу Моих Клиентов Держать Наготове Ручку И бумагу Когда Услышат Какой-то Больной Вопрос В их Голове Возникнет Какая-то Сцена Жизни Допустим У моей Сегодняшней Клиентки Возникла Сцена Жизни Когда мама Захотела Выкинуть Свою дочь С балкона Восьмого Этажа Я пошел Дальше Дальше В жизни Не только Этой Клиентки 33 лет Но в жизни Ее мама Оказалось Что мама Показала Такой Порыв Ярости Потому что Один из Ее Трех Мужей Ревновал Болтушку И хотел Заткнуть Ее рот Почему У тебя Нет денег Почему Тебе Не дано Быть Той Желанной Любимой Шлюхой В постели Я Разговариваю Напрямоту Я говорю Язаком Правды Потому что Какой бы Вопрос Ты мне Не задала Твоей жизни Я его Знаю И я Если ты Желаешь Этого Могу Вести Тебя По той Тропинке Жизни Где ты Будешь Самый Богатый Самый Любимый Самый Счастливый Самый Красивый Да еще Здоровый Откуда Знаю У меня Несколько Тысяч Таких Как Ты Для Которых Я стал Самым Дорогим Другом Мне Доверяют Такие Тайны Потому что За каждым Твоим Страхом Стоит Сумма Денег Которых Которых Ты Ты Пускаешь Свою Жизнь И Поверь Мне Даже Если Ты Не Знаешь Какому Богу Ты Молишься Посмотри Вокруг Вокруг Себя Какую Реальность Ты Создала Может Быть Твоего Бога Зовут Как-то По-особенному Бог Под Именем Твой Страх Не знаю Понравилось Такое Мое С тобой Общение То Что Ты Мне Рассказала Никто Не узнает Но Ты Чуть Вспомни Твою Жизнь В детстве Особенно Потому Что Я Не то Что Обладаю Даром Я просто Уже Привык Считывать Людей По Лбам По Губам Женщин По Груди Определить Количество Того Стресса Который Не Дает Тебе Раскрываться Как Цветку В постели С твоим Мужчиной А если Ты ему Не даешь Этой Энергии Любви Ведь Тебя Бог Послал На эту Землю Быть Сосудом Божественной Энергии И ты Не должна Хотеть Ты Просто Должна Дать Любовь Все Что Ты Хочешь Придет К тебе Через Твоего Мужа Интересно Несмотря На твои Десять Пятнадцать Двадцать Лет Учебы Где ты Должна Получать Была Навыки Как Быть Богатой Быть Любимой Счастливой Быть Здоровой Таких Уроков Не было Ни Одного Не Согласна Пиши Что Нибудь В Комментариях Я Буду Читать Внимательно Но Если Тебе Хватит Храбрости Я Обычно Работаю С Одним Из Миллиона Все Вы Кричите Что Хочу Денег Хочу Богатство Ну Попробуй Так Для Себя Напиши Сто Самых Сокровенных Твоих Желаний Тебя Так Воспитали Что Ты На Пятом Седьмом Максимум Десятом Желаний Начнешь Буксовать Потому Что Ты Не Знаешь Чего Ты Хочешь А Если Ты Не Знаешь Чего Ты Хочешь Бог Вселенная Творец Что Тебе То Что Ты Хочешь Ничего Ведь Ты Ничего Не Знаешь Я Не Прав Мне Было Приятно